Здравствуйте, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс, игрушка паладинс, и я хочу сделать обзорчик по такому чемпиону как Грохк, довольно своеобразный он такой герой, относится к юнитам поддержки, одним словом лекарь, ну и в принципе может наносить урон, может там не какой-то крутой, но довольно такой неплохой, главное правильно все делать. Мне пришлось, конечно, чуть помучиться, чтобы привыкнуть к нему, но более-менее в принципе получилось. Так, хочу разобрать навыки, конфигурацию карт, конечно, какие легендарные карты лучше всего использовать, и также покажу неплохой бой в конце этого видео. Так, посох молний, в чем его фишка? Ну то, что он наносит там урон, это понятно, с помощью молний, которую вы направляете. Также его перезарядить нельзя вручную, пока вы, например, полностью заряд не используете, он не будет перезаряжаться, но в этом вся и проблема. Если вы до упора будете стрелять, то перезарядка довольно долгая, и тогда придется использовать из магазина предметов навык гибкие пальцы, то, чего в принципе я изначально думал, но потом понял, что это делать не надо. И главное, что не забывать, когда вы используете посох молний, например, никогда до упора не стреляйте. Когда доходит до красного, отпускайте, перезарядка очень быстрая, где-то в течение секунды, она полностью восстанавливает энергию посоха, и вы дальше можете стрелять. Не надо будет ждать этой долгой перезарядки или как-то ее бустить. Это вот что очень важное. Потом есть такой навык ударный импульс. Чем он хорош? Тем, что он замедляет врага на 30% на 2 секунды. Я советую сначала ударным импульсом, а потом посохом молний. Это довольно эффективно. Так как он наносит там 125 единиц урона, это ни о чем. Призрачная походка. Чем она хороша? Тем, что вы, в принципе, можете спасти себя от смерти. И ее надо вовремя нажимать, желательно. Она дает возможность на 1,5 секунды на 20% быстрее двигаться, и также вас никто не убьет, пока вы будете в этой походке. Дальше. Исцеляющий тотем. Тоже, в принципе, навык довольно важный, так как вы можете и союзников, и себя полностью обеспечивать здоровьем на 6 секунд. 420 единиц здоровья, получается, в секунду. Довольно неплохо. Дальше. Буйство стихии. Значит, это его спешл. С одной стороны, он неплох, а с другой стороны, вас могут просто убить, когда вы используете его. Поэтому желательно или при полной жизни его использовать, или тогда, когда вы уверены, что по вам не будут стрелять. Что он дает? Он 3 секунды наносит врагам вокруг 200 единиц здоровья, а также хилит ближних союзников по 500 единиц здоровья. 0,5 секунд. Ну, по 1000 здоровья в секунду, давайте скажем так правильно. Так, что касаемо легендарных карт. Я, в принципе, использую это призрак. Когда у вас ниже 15% здоровья, вы переходите в призрачную походку. Каждые 30 секунд этот навык перезаряжается. Это, опять же, чтобы вы не сдохли. Довольно эффективно. И так можете в походку уходить. И автоматически будет уходить в походку. В принципе, это дает вам живучесть в бою. Также есть тут еще и другие варианты, но это уже на ваше усмотрение. Я считаю, что эта легендарка основная для него. Дальше. Что касаемо конфигурации карт. Я выбрал из карты явления. Призрачная походка восстанавливается на 1 секунду быстрее. Броню я улучшил до 4 уровня. Чтобы здоровья было побольше. 400 плюс единиц получается. По-моему, если я не ошибаюсь, 3100 здоровья у него. Дальше. Тотем спасения. При снижении уровня здоровья до 30% или меньше, вы получаете щит на 4 секунды на 800 единиц. Опять же, это все к живучести. И он перезаряжается 45 секунд. Уже есть. У вас 2 призрачные походки. И еще и щит. Короче, весь форшмак, одним словом. Дальше. Из исцеляющей тотем я дал к нему бонус на 10% к радиусу этой картой. И фантом. Время действия призрачной походки увеличится 1 секунду. Чтобы, если что, могли свалить куда-то подальше от врагов. Так. Что касаемо магазина предметов. В первую очередь, я советую из раздела полезность выбрать боевые духи. Прокачать его полностью до 45%, до 3 уровня. Чтобы чаще юзать его навык буйства стихии. И все-таки, как ни крути, это очень полезно для команды. И плюс, вы можете нанести хотя бы вокруг всем по 200 единиц урона. Тоже довольно неплохо. И вторым я советую брать из раздела исцеления. Это вырывание жизни. Вампиризм на 30%. Полностью все 3 уровня. Так как он с посоха, в принципе, неплохо наносит урон. И не забывайте, что, в принципе, надо использовать это ближнюю и среднюю дистанцию. Ни в коем случае не дальнюю. Просто он не достанет посоха молнии. Вот и все. Ну, а третьим навыком, если у вас бой затянется, будете уже выбирать то, что вы себе считаете важным. Так, давайте теперь перейдем к бою. Посмотрите, что я там творил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok The spirits do not rest I die if the beast begins! DimaTorzok 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 DimaTorzok